Цветут и плодоносят. В ботаническом саду госуниверситета вновь собирают урожай. В этом году, признаются его сотрудники, порадовали сразу несколько редких и необычных для нашего региона растений. Побывала в саду и продегустировала некоторые плоды наша съемочная группа. Первыми еще в начале июня в ботаническом саду плодоносили персики. Но они растут в тепличных условиях и раннее созревание вполне привычно для них. А вот сейчас пришла пора собирать урожай культур на открытом грунте. Что интересно, даже раньше привычных яблок и груш в ботсаду созрели абрикосы. Их в коллекции четыре сорта. Самые ранние сорта абрикосов в нашей коллекции это сорт Петр Комаров и ранний Байкалов. Эти сорта отличаются очень приятным сладким вкусом, очень мягкой текстурой, фактурой в мякоти и в общем-то являются десертными сортами. Очень вкусные абрикосы. Попробуйте. Спасибо. Прям можно вот так вот? Можно их прямо в рот засунуть и все. Очень сладкие. Действительно? Да. Они действительно сладкие, на удивление, для наших уральских плодов. На ветках еще дозревают сорта амур и лунатик. У них еще более изысканный вкус, а лунатик еще и довольно крупный. Снимать этот уникальный для прикамья урожай будут чуть позже. Радуют сотрудников ботанического сада не только культуры, находящиеся на открытом грунте, но и обитатели оранжерей. К примеру, в этой расцвел необычный розовый аморфофалюс бульбоносный. Это представитель семейства ароидных. Вид из Азии и часто встречается в Индии. Он интересен своим цветением. Сначала корень выбрасывает цветок, а после того, как он отмирает, появляется лист. Как и все аморфофалюсы, бульбоносный во время цветения источает неприятный аромат гнилого мяса. Но, в отличие от других видов, попахивает он всего несколько дней. В ближайшие дни в ботаническом саду, должен распуститься уникальный гигантский гибискус. В диаметре его цветы достигает 25 сантиметров и больше. Увидеть его вживую, к сожалению, прямиком не удастся. Экскурсии в ботаническом саду пока не проводят. Но уникальные фотографии сотрудники обещают опубликовать в группе ВКонтакте.